так включаемся из студии никита титов у нас гостях день никсон творческий псевдоним так назовем на автор исполнитель также рэп исполнитель на работает на первом республиканском как я тут за кадром уже выяснил режиссер прямого эфира так называется правильно прервали путина но не самого путина прервали это женщину и только для того чтобы только для того чтобы потом я опять показать давайте не отвлекаться студии мы дайте ссылку на ввп ну все начинается сейчас ладно хорошо потрачу не некоторое время чтобы дать страждущим путина вот но мы к нему вернемся я думаю что буквально через минут 30-40 такое правильно закладываем на эфир время никит ну давай интересно значит следующее ты работаешь на я просто сейчас расскажу ребятам то что я уже узнал чтобы не повторялся он работает на первом республиканском наш сегодняшний гость занимается тем что собственно формирует сетку вещаний первого республиканского из того что ему принесут то что тебе принесут журналисты из того что тебе кажется так скажем интересно по моему смыслу как я вижу да для зрителей и я так понимаю кроме тебя еще три человека этим заниматься да да вот один из тех кто формирует так скажем общественное мнение в донецкой народной республике так или иначе вот такой большой команде первого республиканского который мы регулярно смотрим сами ретранслируем ваши новости ну да я наблюдаю да так значит что 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 нам интересно значит я уже спрашивал для меня очень интересный вопрос конечно может быть не сразу бы к нему переходить но на всякий случай спрошу заранее еще раз значит из некоторых источников вот люди твоего возраста 20 плюс до ребята и так скажем есть такое общественное мнение что среди них очень много людей на настроенных патриотично к украине кто и украине к славе украине и тому подобное ну да я тоже слышал не раз про это но в моем окружении нет таких не знаю к счастью к сожалению людей потому что ну даже мне интересно наверно было пообщаться с такими людьми потому что и мне есть что сказать есть что с их стороны послушать но в моем окружении нет таких людей ну как по мне вот такие люди это те ребята которые раньше футболом сильно увлекались болели это бывшие выходцы ультрас то есть того же донецкого шахтера они остались здесь да ну да многие здесь остались но там было два фондвижения старая которая еще там за 30 уже ребятам и новые вот моего возраста и даже младше вот те ребята которые вот моего возраста они на майдан ездили и где они только не были в харькове когда ленина валили были а вот топ старшее поколение не ну наверное более по закалисти будут более по умнее наверное они все таки видят ситуацию с другой стороны и вот такие ребятки но это интересно было бы конечно узнаю в очередной раз я не могу понять узнать как вот происходит такое меж делать межкультурное общение то делали же соцопросы там особо нету есть как были люди которые в принципе не но не нравится война но они не определились вообще кто вы в ней виноват так скажем кто ну есть и так вот вот так вот интересно в общем интересная тема но к сожалению наверное вот дальше опять мы никуда не зашли потому что на самом деле как бы если внутри там среди школьников среди вот допустим как в школах в тарькове например сейчас в одессе как дела обстоят то есть там же там то точно есть как бы и те и те и вот на не очень интересно мне было бы узнать не не понимать как и откуда как они между собой сейчас взаимодействуют это же это же серьезная ну серьезная одна из самых зачем далеко уходить взять те же города даже нашей области донецкой который сейчас под контроль на украине там тоже попала я думаю в школах да просто не хотят уезжать потому что дома остались семьи там же находятся и просто молчат сидят просто за себя переживают а так я думаю я уверен даже что там тоже 50 на 50 есть и сторонники нашей республики есть сторонники украины ну и там украинские каналы не выключены конечно там нет пирожи а так сети 1 республиканский у него покрытие час как вы покрытие но у нас по донецкой области она есть принципе потому что то на базе бывшего 27 канала то есть и вот онлайн у нас вещание то есть на весь интернет кто хочет тут смотрит первый раз у нас был сайт нас заблокировали причем на ее домини да 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 она сразу заблокировали долго у нас не было сайта потом мы сделали стрим свой отдельно был на юстриме а вот месяца наверно 3-4 у нас появился собственный сайт на российском домене понял там как вы оцениваете пущаемость но у нас в принципе на новости на включение когда захарченко в принципе наплыв народа есть у нас стрим в принципе демо версия такая неоплачиваемая неоплачиваемая вода да да сейчас он ниже давай покажу вот и там пока вы показываете количество общих просмотров и сколько людей сейчас смотрит вот на новый год на 9 мая на такие прямые эфиры у нас блокировали вообще стрим он закрывался вот футбол когда первый был днр лнр сразу что же показывали его и блокировали по там когда тысяча просмотров достигает онлайн людей сразу блокируется бесплатная версия то есть и нам надо купить официально знакомо да ну юстрим я могу предложить другую площадку в общем-то для вашего контента ничего не будет блокироваться и все хорошо ну собственно стрим пав поменяйте там в программе для бродкастинга и все не проблема то есть ну собственно на той площадке на которой мы находимся плюс эти же ребята сделали сейчас еще одну площадку специально для для не игровых проектов то есть ну для вот таких не зациально чайно а твич твич игровой чисто по типу твича видит его называется ну в общем есть ребята которые не будут вас блокировать даже даже вам будут платить за то что вы будете привлекать нас зрители на свой канал ну там понятно что бюджет и вряд ли это будет серьезная подпитка для вашего бюджета но тем менее в общем надо уходить конечно со стрима тем более пока пока есть такая возможность пока не очень много людей так скажем смотреть пока не очень много аудитории привлечено до чтобы они не привыкали к стриму можно переключиться но это такое возвращаемся в студию значит давай творчестве поговорим творчество творчестве я уже в принципе давно так начиная так с 2011 года с чего начинал начинал ой страшно вспоминать как очевидно еще давно наверно еще в школе начинал пытаться так как пародировать кого-то из рэперов не знаю рэп я не знаю музыку сам писал ну смысле и секвенсор кита слова до минуса в принципе брал известных кого-то того же именно мы там не знаю басту там но таких кого я раньше слушал в то время то есть это мне было знаешь в школе учился 14 15 лет когда я начал потихонечку пробовать писать потом однажды у меня друг с которым я вот начал просто позвонил говорит хочешь попробовать записаться у меня текст все есть минус есть типа давай попробуем ну давай мы записались песня называлась одноклассники в тот момент но в тот момент оказалось это ого-го это первая запись классно классно потом со временем начали уже понимать сейчас вообще страшно и включать даже потом начались выступления был ночной клуб у нас гараж на ленинском проспекте и там каждые выходные делались фестивали там за победу там денежный приз какой-то либо же там участие в лейбле в каком-то нашем донецком там их очень мало как батлы были сделаны нет это в принципе были батлы да но я не батл это как человек у меня был не настолько я агрессивный да я больше но у нас там были фестиваль уже с готовыми треками допустим там либо турнирная сетка была там четыре трека первый там прошел дальше как лиги чемпионов более финал полуфинал и вот так однажды я выиграл фестиваль просто второе третье выступление вообще на сцене было ее так сходу хлоп и выиграл меня пригласили в лейбл у нас был нс new style я находился в этом лейбле но потом он распался и долго 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 я был сам по себе парень с которым я начинал уехал учиться в другой город связь у нас только в интернете то есть записаться нам не получалось вместе в итоге он как-то приехал мы летом записали песню и снял клип потом на нее идеальный мир песня называется и вот она разлетелась не не хило так этим летом по интернету тоже там больше 25 25 тысяч просмотров набрал клип такой простенький был у нас по городу снят а вот после этого клипа в принципе меня заметили меня пригласили в город шахтерск там был фестиваль рэп в принципе со всей республики молодых рэперов приглашали и мы там познакомились как раз встретились с парнем с которым мы очень-очень давно почин начинали грубо говоря вместе на гараже на фестивалях вспомнили друг друга поближе познакомились пообщались в итоге меня в суде пригласили как спецгостя туда там тоже скандал был потому что не не справедливо ребятам засудили одних и в итоге мы решили встретиться всей компанией ребята которые там были это ребят со снежного три человека с харцизка и мы встретились в снежном все вместе и решили создать общий лейбл то есть это у нас сейчас лейбл называется true продукт у нас семь коллективов это ребята из города макеевки группа за шум три человека из города снежного евгений цыганок и то есть позор на южный зам богдан земляной и шишлов никита злой ники единственный представитель кстати нашего лейбла который так нестандартно рэп читает underground причем он underground может положить то есть и лирику и жесткий кач но все в принципе в стиле underground это у него классно получается потом ребята from донецк которыми у нас клип я сепаратист который разлетелся по всему интернету там и украинские группы постят буквально даже сегодня после концерта нашего в субботу был концерт в чикаго как раз всего нашего лейбла и после этого концерта уже украинская группа там зарепостила видео наше лайв выступления я сделал перерепост себе украинская смысле группа вконтакте да да-да-да группа вконтакте украинская там который против днр там всего такого сделала что не понравилось ну якобы мы террористы сепаратисты такие терроризируйте плохие да как нам комментарии в ютубе по клипам оставляли что якобы нас заставили этот клип снять под дулами автомата на саур могиле а мы там в момент в клипе на саур могиле сжигали флаг украинский это да жестко в принципе но зато это эпично получилось и вот я перри репост этой группе и не последний ну да перри репост этой группы сделал себе так они сделали скриншот и опять себе перри репост сделали это пиарят тоже нас как могут ну можно все здесь в этом для тайный смысл ты нормально все конечно пиар посмотрел сколько там какие комменты как вас комментирует он комментарии разные от идите вы лесом и молодцы ребята то есть плавный такой переходе в ютубе очень быстро набрались просмотры там сейчас около 70 тысяч просмотров и вконтакте там уже за 40 тысяч просмотров много групп перри репостива просто многие люди просто репостят себе видео добавляют на стену там флаги днр пишет там я сепаратист ребята молодцы ну а идея просто у нас возникла тоже вот собрались после концерта все вместе в городе снежном у нас получит был благодарительный тур по донецкой республике нашей 8 городов охватили осенью и мы после каждого практически концерта ехали снежное мы базировались там и после концерта как собрались сидели с ребятами с пром донецком давайте такое что-нибудь на что взорвало именно интернет напишем и парень илья говорит ну давайте типа вот я сепаратист что-то про это ну буквально вот проходит неделя-две и мы написали эту песню и презентовали ее 12 октября в городе лавайск но после того вот как мы просто первый раз вышли с этой песней и когда нам зал просто весь припев кричал вместе с нами ну это было так круто мы решили вот мы задумались над съемкой клипа клип нам помог снять вова агронович парень наш оператор местный который снимал глебу корнилова клипы то есть последний это аэропорт и снайпер что вот этот парень нам снимал клипы то есть клип бомбану хорошо получилось ну а что вообще хочется 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 вот продолжить вот у нас второй тур благотворительно мы решили благотворительностью заняться то есть мы мы видим как это все сейчас происходит то есть у кого есть работа у кого нет многодетные семьи интернаты то есть вот мы первый раз проехали от 8 городов мы помогли многим семьям и заехали в интернат и городе торец мы были в интернате в городе харциск и просто вот это детки которые ну сами 10-15 человек когда к ним заходишь просто игрушки какие-то вещи отдаешь что он смогли собрать то и отдавали в принципе последние отдавали меня тоже брат маленький подрастает моего вещи тоже я отдавал в горловку многодетным семьям то есть вот хочется вот этим заняться вот у нас сейчас спонсирование будет кстати молодая республика спасибо огромное нам очень хорошо помогает и концерт помогли провести и вот иловайская молодая республика нам поможет со вторым туром спонсирование мы хотим уже не 8 городов охватить а 16 и если все-таки получится захватить еще луганскому республику потому что там я не раз был в лнр и там конечно намного хуже чем у нас там ситуация вообще плачевная с чем связано вот этого я боюсь сказать все говорят у них правительство очень плохое то есть я не сталкивался с этим не знаю лично но у от многих людей я слышал что не устраивает их чем-то их руководитель понятно тут интересная тема но ну да думаю не будем развивать чтобы во первых потому что вот это мнение мне кажется она вброшены через интернет людям в голову то есть там же с чем с чем сталкиваются с какими трудностями сталкиваются правительство и на лнр как бы никто на этот вопрос ответить не сможет но все знают что как-то плохо работает я просто видел как ну примерно с информация работы уже с такого рода два года своих вбросами с информационной войной и вижу как это все делается то есть у людей как формируют мнение по тому или иному вопросу они потом начинают его ретранслировать такие как намагничены ну ладно это такое хотел вообще более глобально тебе спросить что хочешь я имею ввиду вот при каких условиях при каких условиях ты бы согласился бы жить в украине украине ни при каких вообще условиях я туда не вернусь я не хочу украину вообще видеть в принципе то что было раньше да я вот только вот я подрос начал понимать что все таки у нас все изначально это давно очень я вообще маленький был тогда все это началось потихонечку с оранжевой революции когда вот все началось и статистика читал смотрел как на донбассе в принципе все ездили грубо говоря 35 процентов дохода всей украины было на донбассе когда на западной украине там 56 процентов ну что это за дело в принципе отношения сейчас яну элементарно взять я учусь на заводчике в национальном нашем университете у меня была возможность учиться на заводчике набит ну да на бюджете и мне предложили ей либо это едешь в винницу либо ты остаешься здесь но ты платишь за контракт деньги ну мы так подумали принципе ну двинница далеко у меня тут и брат маленький работа тут уже была и родня вся здесь но решили остаться но и я просто для интереса зашел в группу вконтакте дону винница и почитал комментарии людей да нафиг они нам тут нужны мы их порежем мы их тут мы их не пустим чего не тут к нам в город едут и вот просто я вот сразу нет сразу не хочу я ну а если бы вот представьте такой фантастический с вариант когда у тебя есть условно волшебная палочка и ты можешь менять людей как хочешь вот как надо как бы ты их поменял не знаю как бы я поменял людей но я бы сейчас наверное вернул майдан тот момент когда у януковича было все в руках один просто момент когда он мог он мог сделать все одним движением просто одним приказом разогнать там когда ему дали разрешение с братс бойтов водой людей поливать все одна там один час и все никого нет все закрылось все закончилось все перемерзли все ушли просто ну тут вот этот момент переломный был в принципе ну достаточно радикальный когда получается но она и понятно на самом деле это понимаю как бы твое мнение уважаю его вполне и не то как раз но вот мы как антимайдан мы изначально просто созданы так скажем были под под эгидой как раз объединение людей против определенных явлений вот ну просто есть некие глупости да там некоторые там пороки если хочешь человеческий там ложь например ну смотришь украинские сми вот просто взять и убрать из них ложь я не знаю сколько там останется у них часов эфирного времени но сколько у них каналов останется рабочих у них каналов останется рабочих да понятно что надо будет срочно забивать чем-то свою сетку но вот но если бы была бы такая возможность и вот это убрать я вот просто мне интересно и психологически то есть готовы ли люди так скажем принимать людей ну принимать и восстанавливать связи скажем если точно знаешь да что человек допустим как-то изменился как-то перри переборол себя на той стороне имею ввиду кстати говоря у тебя есть общение какое-то с ребятами с той стороны и ну меня просто все обрубил не обрубил принципе меня его так не так много было вот парень учился с которыми я начинал он учился в одессе мы с ним продолжали общаться в интернете общались все но он вот один как раз из немногих которые не на той стороне не на нашей то есть ему как бы политика вообще все равно главное чтобы у него все целое я изолируюсь да все не трогайте меня сами разбирайтесь меня не вмешивайте меня в это но авто остались да с ним да ну он сейчас в донецке он вернулся он сейчас в донецке живет вот как раз выступали вместе в субботу ну а вообще конечно же такая рэп среда мне кажется она должна быть ну как-то исторически в россии в случае так она более патриотичная нежели многие говорят вот музыка и спорт вот должны быть вне политики за спорте я согласен потому что тут политика не должна вообще никак вмешиваться а вот за музыку тут в принципе вот музыка если текст и сам пишешь что то есть тут как душа тебе подскажет как о чем хочешь а то мы пишешь в принципе то есть тут на политические темы пожалуйста тебе нравится пиши то есть как это в принципе наши многие многие сейчас ребята делают нельзя допустим постоянно я не понимаю рэп в котором там очень много матов там как я вышел в подъезд я покурил с друзьями то тоже таком не понимаю зачем об этом рассказывать ну да в принципе у всех разные порывы души но вот этот рэпом тоже словно музыка вообще сложно назвать там у меня с рэпом тоже такие интересные отношения были две скажем вот как как только рэп пошел на руси скажем у нас городе тоже были определенные группы свои ребята ну и как бы смотришь их творчество начинают на самом деле все стыке с такого после чего как бы просто фейсбалмы дайте меня разведите то но дальше потом растут как-то люди как бы выговаривая вот это все они это и себя и сторгают как бы в них этого уже нету потом в будущем как бы дальше ну каким-то следующие их вещи как бы они становятся умнее они сравнивают они начинают сравнивать творчество свое там с еще кем-то а почему хорошо а потому что у тебя здесь кроме мата ничего нету а у человека там где-то мысль заложена в тексте и так далее и стремятся люди дальше развиваются таким образом то есть это очевидно вот каждому что-то свое я я мечтал я писал один минус для для одного рефера да такой сам не читал вот ну вот это давно было давно было неправда правда в общем ладно творческие планы твои ну планирую в принципе продолжать в том же духе как раз сейчас небольшой наверно будет творческий перерыв подготовка массовая будет ко второму благотворительному туру чтобы уже ударить по полной с полной новой программой кстати вот парень у нас прекрасный с нами в лейбле находится мой одна фамилия сергей титов бывший клавишный группа опасный глибом корниловым выступал вот сейчас он с нами сотрудничает уж парень творит с музыкой все что хочет он вживую играет у него есть ланчпад прописывает разные звуки стоит живую играет из минуса нам пишет ну парень там и слух идеальный музыкант от бога то есть он тоже готовит новую программу то есть уже поживее будет вообще практиковали читать рэп в живую то есть не под минусом в живую играл то есть у него и миди клави клавиши были и он вот хочет нашего песню я сепаратист разложить на ланчпад чтобы тоже ярче все было делаем шоу чтобы людям понравилось не просто раньше фестиваль у нас на даже были пришел рэп послушал там кто на баре простоял кто где и ушел домой а именно чтоб люди получали удовольствие от этого в принципе как начинающим сейчас аудиторию на свою завоевывать хотя вот принц будешь также социальные тексты писать нет я больше лирик в принципе я лирику пишу социальных в принципе очень-очень полом в сети уже очень много и я думаю нет смысла вот после нашей песни сепаратист что-то социально еще писать потому что она лучше мы уже ничего не сделаем куда лучше этого социалка уже потихонечку да мы тоже между собой разговаривали насчет этого от социалки надо потихонечку отходить демонстрация рэпа в студии будет или аппаратуры нет минусов к сожалению не дусь собой минусов понятно интересно ладно у нас полчаса эфира уже прошло ну я думаю еще минут пять осталось знаешь на что понять следующее ты учишься до часа очень даже очень на какой физико-технический факультет безопасность информационных технологий программист грубо говоря что-то уже кодишь кодишь уже что-нибудь или начинаем только на второй курс нас сильно не втягивает в это потому что там тоже не разбериха было много автоматом ставили ну вот в этом году сейчас были углубленно начали заниматься честно скажу мне сейчас это высшее образование чисто для корочки надо я все равно буду переводиться либо переводиться либо перри поступать на журналистику потому что мне это для работы надо ты решил журналистики посетить себя мне это интересно в принципе есть возможность сейчас такая почему бы не воспользоваться и ну ты оцениваешь вообще как эффективность информационной войны информационный контр контр действий наших информация сейчас как ты оценишь ну по-моему самый наивысший уровень правда кто те же новости вот многие есть зомбированы телевизором только смотрю новости в телевизоре и все интернет я не воспринимаю есть люди наоборот телевизор вообще не смотрят а все грубо говоря все то же самое смотрят в интернете воспринимают это то есть ну любая информация у нас сейчас заходит только так информационная война у нас вот по моему на первом месте вообще у меня такое ощущение возникло не на согласился нет что очень у одних так скажем снизилась вот это устойчивость к фейкам вбросам манипуляции информационная у некоторых наоборот да но это зависит от того сколько как бы человек разбирался вообще в том что существуют некоторые люди которые хотят им манипулировать чтобы он ну заставить его делать определенные действия там чужих интересов вот это интересно а как ты оцениваешь то есть вот то что вы делаете например на на какой оценке республиканский первый республиканский контр контр пропаган контр вот это вот из 10 на 8 точно 10 на 8 на украинские атакующие силы я не смотрю честно мне настолько надоело поэтому я последние наверное полгода даже не читаю ни в группах ничего что они там пишут не телевидение слава богу меня дома нет вот у меня ну вот работы вообще-то телевизор тошнит я даже не включаю не знаю по слухам принципе они полностью все то же самое что мы говорим то есть полностью да наоборот на это интересно ну я только скажу ребят перепроверяйте информацию доверяйте людям которые которых вы понимаете каким образом информация которая так скажем люди пока ну например никита которого показывает вам каким образом она к нему попадает как он как именно он оценивает информацию о том ставите не ставьте говоря вот тема для следующего эфира больше этой работе то есть как именно ты подбираешь сюжеты чем руководствуешься но особенно не программные сюжеты не те которые журналисты ваши приносит какие-то со стороны например как на каких принципах про народ сетка вещания и тогда люди будут понимать то есть что они мог могли бы делать точно так же и что если бы они были на твоем месте у него получилось то же самое тот же самый первый республиканский условно говоря может там с какими-то нюансами но у нас взять допустим насу 3 4 человека получается таких и у каждого свое видение ну ну во первых возрастная категория чуть другая плюс кто-то больше заядло так политику кто-то вообще ну практически вне политики тоже сильно играет роль но я правильно понимаю что то что вам приносит журналисты вы ставите в полном объеме ну тогда но у нас получается у нас есть сервер куда нам сбрасывать допустим отдельно папочка новости отдельно там передача служу республики то есть такие основные моменты у нас прописаны по времени строго мы должны пускать а вот то есть межпрограммки то есть актуально вот у нас сегодня допустим было актуально там захарченко брифинг где-то был там что-то где-то гуманитарку раздали вот такое но это уже тоже по мере нам допустим за сутки надо там раз четыре там часа показывать какой-то определенный сюжет и вот в принципе по мере так поступления свободного времени но тоже у нас бывает не хватает времени то есть над чем-то забивать эфир а бывает просто излишек времени то есть тоже проблему так проблематично вроде на с одной стороны не сильно сложно но иногда будет проблематично я понял ну вот мы собственно и раскрыли все секреты профессии никите спасибо что пришел до что нибудь наверное приходи в следующий раз минусами взять у нас были такие такие уже музыкальные музыкальные вечера уже научились это делать так что приходи почитаешь спасибо у нас никита титов был в нашем сегодняшнем эфире небольшая рекламная пауза и продолжим наш эфир пусть еще приходит обязательно приду спасибо спасибо большое до свидания спасибо спасибо за просмотр!